Привет друзья! Многим известно, что льняные семена очень полезны для организма. Этот дар природы считают настоящей находкой, люди уже давно используют их свойства для омоложения и оздоровления. Но не каждый может ответить, в чем именно польза семян льна, кому противопоказан продукт и в чем его вред, если есть. Поэтому стоит подробнее ознакомиться с тем, как и когда их принимать, а в каких случаях лучше воздержаться от употребления. Семена льна по праву считаются уникальным натуральным продуктом, который. Повышает защитные силы организма. Налаживает пищеварительный процесс и работу желудочно-кишечного тракта. Способствует потере веса. Выводит токсины. Обогащает организм ценными витаминами и минералами. Всего лишь в 2 столовых ложках семян льна, а это примерно 20 граммов, содержится 120% отсуточной нормы, омега-3 и 20% омега-6 жирных кислот, 25% меди и марганца, а также порядка 20% магния. Если говорить о пищевой ценности, то в 20 граммах семян льна содержится 3,6 грамма белков, 8,4 грамма жиров, 0,32 грамма углеводов, 107 килокалорий. Почему именно 2 столовые ложки или 20 граммов? Именно такое количество семян льна составляет максимально допустимую суточную норму данного продукта. Хотя многие диетологи указывают на то, что оптимально для поддержания здоровья употреблять 1 столовую ложку семян в день. Хотите узнать, что произойдет с вашим телом при ежедневном употреблении льняного семени? Тогда поехали! Польза семян льна. Если вы хотите максимально мягко, но при этом эффективно стимулировать процесс похудения, льняное семя – ваш лучший помощник по нескольким причинам. 1. Нерастворимая клетчатка, в большом количестве содержащейся в семенах льна, разбухает в желудке, благодаря чему вы длительное время не будете испытывать чувство голода. А это поможет исключить незапланированные перекусы и переедание во время основных приемов пищи. Поэтому этот продукт рекомендуется добавлять в блюдо. 2. Семена льна абсорбируют и выводят лишнюю жидкость, токсины и продукты распада метаболитов, тем самым очищая организм и способствуя потере лишних килограммов. 3. Жирные кислоты, входящие в состав семян льна, помогают расщеплять жировые отложения, что приводит к уменьшению подкожно-жировой клетчатки. В итоге ваша фигура становится более подтянутой и стройной даже без изнуряющих диет. 4. Нормализуя работу пищеварительного тракта, лен тем самым ускоряет обмен веществ, а значит, вес вы начнете терять быстрее. 5. При употреблении семян льна усиливается перистальтика кишечника, в результате чего каловые массы не застраиваются, что способствует потере веса. А теперь приведем проверенные, но эффективные рецепты, которые помогут вам похудеть на 2-5 килограммов всего лишь за месяц. Рецепт с кефиром. Добавьте 1 столовую ложку семян льна в стакан нежирного кефира. Семена лучше предварительно измельчить в порошок, чтобы извлечь из них максимальную пользу, да и пить такой напиток намного легче и приятнее. Такой коктейль рекомендуется пить 1 раз в день, заменяя им завтрак либо обед. При этом со второй неделей необходимо увеличить массу льняного семени в кефире до 2 столовых ложек. Курс такого кефирно-льняного похудения составляет 1 месяц, после чего необходимо сделать перерыв. Настой из семян льна. Если вы не любите кефир, предлагаем вашему вниманию следующий действенный рецепт. 1 столовую ложку семян льна заливаем 400 мл кипятка. Настаиваем средство 8 часов. Процеживаем настой и принимаем дважды в день по 100 мл. Длительность приема средства – 2 недели. И помните о том, что при появлении любых дискомфортных ощущений – тошноты, метеоризма, диареи – необходимо прекратить употребление семян льна. Наладите пищеварение и избавитесь от запоров. Слизь, образующаяся при настаивании семян льна, обволакивает слизистую оболочку желудка, снимает воспаление, защищает от раздражения и препятствует всасыванию в желудочно-кишечный тракт токсинов. Для приготовления слизи – 2 столовых ложки льняного семени залейте 1 литром кипятка. Дайте средству настояться в течение 5 часов. Пейте приятный на вкус густой кисель дважды в день по 100 мл. Этот рецепт поможет уменьшить воспалительный процесс и болевой синдром при язвенных заболеваниях и гастритах. Кроме того, ежедневно употребляя семена льна, вы забудете о хронических запорах, а ваш кишечник будет работать как часы. А все благодаря тому, что клетчатка, разбухая, достаточно долго переваривается, механически растягивая кишечник и усиливая его сокращение, что способствует мягкому продвижению каловых масс и их выведению. Снизите уровень плохого холестерина. Клетчатка препятствует всасыванию плохого холестерина в кишечнике, тем самым снижая его уровень в крови на 12-50%. Таковы результаты исследования, проведенного в Университете питания и здорового образа жизни Айвы под руководством Сюзанны Хендрич. Немаловажную роль в снижении холестерина играют и омега-3 жирные кислоты, участвующие в построении клеточных мембран, укрепляющие сосуды, улучшающие кровоток и препятствующие тромбообразованию, что существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инсульта, инфаркта, атеросклероза. Кроме того, ежедневно употребляя семена льна, у вас снизится артериальное давление и уровень сахара в крови, что особенно актуально для гипертоников и людей, страдающих сахарным диабетом. Забудете о простуде и гриппе. Семена льна содержат лигнаны, гормоноподобные растительные соединения, являющиеся мощнейшими антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, обладают противовирусными и противоопухолевыми свойствами. Нельзя не сказать и об абсорбирующих свойствах льняного семени, благодаря которым улучшается микрофлора кишечника, что благоприятно сказывается на работе иммунной системы. Таким образом, ежедневно употребляя льняное семя, вы защитите себя от сезонных простуд и вирусов. Улучшите состояние кожи и волос. Омега-3 жирные кислоты, в большом количестве присутствующие в льняном семени, способствуют выработке коллагена в клетках эпидермиса, благодаря чему кожа сохраняет упругость, эластичность и здоровый вид. Кроме того, кислоты в сочетании с витамином Е, который также содержится в семенах льна, препятствуют раннему появлению морщин, увлажняют, питают и регенерируют кожу, что уменьшает угревую сыпь, воспаление и шелушение. При достаточном поступлении в организм жирных кислот и витаминов группы В, волосы приобретают блеск, объем и шелковистость, уменьшается их выпадение и ломкость. Улучшите зрение. И вновь спасибо следует сказать жирным кислотам, которые нормализуют отток глазной жидкости, способствуют снижению глазного давления, усиливают глазной кровоток, улучшают защитную функцию зрительного нерва. В итоге ваше зрение станет более четким и ясным, уменьшится усталость глаз. При этом не стоит надеяться на то, что ежедневно употребляя семена льна, вы сможете восстановить зрение в полном объеме. А вот предупредить его дальнейшее ухудшение вполне возможно, но в сочетании с гимнастикой для глаз и иными терапевтическими методами, предписанными офтальмологом. Присутствует в льняном семени и лицетин, вещество, регулярное употребление которого уменьшает риск развития глазных заболеваний, в том числе возрастной дистрофии желтого пятна. Однако следует помнить о том, что лицетин окисляется и теряет свои полезные свойства уже через 20 минут после измельчения семян льна. Важно помнить о том, что семена льна, как и любой другой продукт, могут не только принести пользу, а и навредить при неправильном их применении. Как правильно употреблять семена льна? Правило номер один. Чувство меры. В семенах льна содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот и цианогенных гликозидов. Пока мы употребляем их в пределах нормы, это приносит пользу нашему организму. Но как только мы превышаем лимит, получаем ответную реакцию в виде аллергических реакций, тошноты и ухудшения обменных процессов. Поэтому лучше не переусердствовать и употреблять не более двух столовых ложек семян льна в день, добавляя их в овощные и фруктовые салаты, каши, десерты. Ведь это не только полезно, но и вкусно. Правило номер два. Сохранение пользы. Диетологи и врачи рекомендуют непосредственно перед употреблением семян льна измельчать их на кофемолке или другим удобным для вас способом, чтобы максимально облегчить процесс переваривания продукта. Мало того, полученный порошок необходимо употребить в ближайшие 20 минут, чтобы не допустить окисление полезных веществ и потери свойств семян. Правило номер три. Правильное хранение. Хранятся семена льна в герметичной таре в холодильнике. Особенно это касается измельченных семян, которые очень быстро окисляются под воздействием солнечного света и образуют пероксиды, канцерогенные вещества, придающие семенам льна прогорклый вкус. Правило номер четыре. Соблюдение питьевого режима. Во избежание запоров, тошноты, метеоризма, ощущение переполненности желудка при употреблении семян льна, необходимо пить не менее 2,5 литра воды в день. Правило номер пять. Противопоказания. Помните о том, что любой продукт, каким бы полезным он ни был, имеет противопоказания. Семена льна имеют следующие противопоказания. Период лактации. Откажитесь от семян льна. В этот период во избежание развития аллергии у малыша. Обострение заболеваний мочеводелительной системы и органов ЖКТ, колита, холецистита, панкреатита, мочекаменной болезни, гепатита, цирроза печени. Аллергия на лен. Гиперкальциемия, повышенное содержание кальция в крови. Диарея, спровоцированная нарушениями в работе ЖКТ. Детский возраст. До 12-14 лет диетологи не рекомендуют вводить в рацион, особенно ежедневный, семена льна. И помните о том, что семена льна – это не лекарство. Они не излечат заболевания, но помогут значительно облегчить его течение и предупредят развитие рецидива. Будьте здоровы!